Муниципалитет из Свердловщины готовится к всенародному голосованию за объекты благоустройства на 2025 год и согласно предварительным прогнозам областного министерства энергетики и ЖКХ, число свердловчан, которые отдадут свои голоса за преображение парков, скверов и набережных, превысит прошлогодние показатели на 25-30%. Специалисты предполагают, что в рейтинговом голосовании примут участие около миллиона жителей региона, а пока в области завершается этап формирования списка территорий-соискателей грядущего благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Есть все основания полагать, что среди муниципалитетов, как и в прежние годы, лидерство останется за малыми городами. Жители глубинки более активно голосуют за преображение своих общественных территорий. И это вполне закономерный и объяснимый процесс, полагает профильный министр Николай Смирнов. В плане голосования наиболее активно, если брать процентное соотношение, все-таки участвуют малые города. Здесь для небольших городов в Свердловской области, да это и в других субъектах, каждый проект, каждая общественная территория благоустроена, она охватывает практически всех жителей города. Если в таких крупных городах, как Нижний Тагил, Екатеринбург, Каменск, Уральск, мы прекрасно понимаем, что парком или набережной пользуются только те жители районов, которые примыкают к этой общественной территории. Поэтому процент участия жителей, к сожалению, в больших городах несколько ниже, чем в малых. Ну и это объяснимо. В качестве наглядного примера зримых перемен, которые благодаря активности людей происходят буквально у них на глазах, чиновник привел благоустроительный опыт Нижней Туры. В небольшом городке за пару лет парк Восточный, из плохо освещенного, практически безлюдного пустыря, превратился в одно из самых людных мест города. По словам местного депутата Виталия Мартемьянова, благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды в обновленном парке появились километры комфортных пешеходных дорожек, малые архитектурные формы, удобные скамейки и урны, современные парковые светильники, детские качели-карусели и неброско огороженная баскетбольная площадка с резиновым покрытием и с трибунами для зрителей. Стоит напомнить, что федеральный проект формирования комфортной городской среды реализуется по инициативе президента страны Владимира Путина. И Свердловская область при поддержке губернатора Евгения Куйбышева стала одним из лидеров России по созданию в каждом уральском городе и в большом и в малом благоустроенных скверов, парков и набережных. С 2018 года в 59 муниципалитетах Свердловщины преобразились более 2,5 тысяч общественных территорий. И программа масштабного благоустройства по решению главы государства продлена до 2030. Продолжение следует... Продолжение следует...